Знаете, чего России не хватает? Сосредоточиться. Ее каждый день трясет. Каждый день Медведев нам уже говорит в течение многих лет, я дал поручение. Поручик всея Руси. Топ-менеджер всея Руси. И он такой, он вот, даст поручение, верит, что оно готово. Он однажды сказал фразу гениальную, я дал поручение подумать, сказал он. Чиновники зависли реально, потому что, а как это выполнить вообще? Опять подамерикосов. Когда идут передачи, стали ставить по новому закону, в этом году он был издан, 18+, 16+. Гоголя, помните, нашего человека надо благодарить хотя бы за намерение. Полстраны вообще не въезжает в эти цифры, думает, что это температура. Причем не совсем понимает, что за температура. То ли экран перегрелся, то ли на улице похолодало, черт его знает. Но вы смотрите, что опять чиновники натворили. Блокада, солдаты, чудесные патриотические фильмы, 18+, дом 2, 16+. Как вам это нравится? А иногда, они, видимо, не дочитали, чиновники, закон до конца. Хоккей. Смотрю, в одном городе хоккей, и там стоит. Готово? 2+. Ну, волк. А ну, погоди. Нельзя смотреть тем, кому можно думать, мать на сегодняшний день. А он плохой пример, потому что детям подают. Курит. Ходит походкой криминального авторитета. А дом 2 нет, не подает плохо. А главное, волк еще, вот его... Нехорошо, он зайца прижимает к себе. Вот. Слишком плотно. Ну, тогда вообще давайте все мультяшки убирать. Ёжик в тумане. Ну, нехорошо, ну. Наркодилер, явный. И еще кричит, лошадка, лошадка. Они вообще в сказках все наркодеи, все нареки. Алиса в стране чудес разговаривает с гусеницами, кроликами, чеширскими котами. Грибы, видимо, жрет. Репка, ну, групповуха реальная. А царевна лягушка, зоофилия. Целует лягушку, чебурашка. Его по закону не то, что детям до 18, детям до 90 лет нельзя показывать. Крокодил живет с мягкой кружкой. А гей-славяне гей вообще петь нельзя по телевизору. Все фразы надо убирать из мультяшек. Это явная сексуальная краска. А слониха вся дрожа, так и села на ежа. Встань ко мне передом, к лесу задом. Что это такое? Как не стыдно. Аладдин потер свою лампу и выпустил джина. Винни-Пух застрял в норе у кролика. Ё-моё. Хозяйка Медной горы показала Даниле Мастера свою пещеру. Тихо, тихо, спокойно. А то до трех ночи не дотянете с таким смехом. Ну и главное событие года, вы понимаете, какое. Это избрание Путина на третий срок. Третье пришествие Путина. Он очень трогательно на это отреагировал. Он даже замироточил. Но за то, какое оживление в России произошло после выборов его. Слушайте, в мае месяце ведь он вступил в должность президента. И сразу Абрамович, Челси, выиграла Кубок чемпионов. Челси наша команда, потому что Абрамович нас обокрал и содержит на наши деньги эту команду. Сборная России по хоккею сразу стала чемпионом мира. Бурановские бабушки порвали телевидение. Такое ощущение, что в Кремль Путин вернулся из Хогвартса. И как-то веселее стало в стране. Интереснее новости стали. Например, сразу после инаугурации на Валааме. Может кто-то забыл эту новость? На Валааме священник поцеловал руку Путину. Но зато сотрудники администрации президента узнали, что Путина можно целовать еще и в руки. Седьмого мая была инаугурация. И мало кто знает, что Россия заняла первое место в мире после инаугурации по количеству возвращенных на стены офисов фотографий. Одна фирма выпустила новые портреты Путина, чтобы раскупили. К инаугурации ни один портрет не был куплен. Что, дураки у всех было? Дурные, что ли, выбрасывают? Сейчас и медведевы не выбрасывают. Еще неизвестно, как это все поедет. И я хозяин этой фирмы. Говорю, а зачем вы разные портреты выпускаете? Вы сделайте двухсторонние. Вот так вот. Только раз и все. Не надо по закромам, кладовкам шастать. Говорят же, тандем. Кстати, американцы переводят как свингеры. И как вам не стыдно? Вот как вам не стыдно? Откуда вы это слово знаете? Ну, Путин, конечно, для чиновников удобнее, чем медведев. С медведевым заморочки. Айфоны, айпады, обновления, программы все время надо покупать. С Путиным просто. Кимоно купил и до конца жизни. В общем, уже все, свободен. Ну, вот системное мышление все-таки. Вот все-таки медведев, он не служил в армии. Его деды не воспитывали. Ему бы послужить в армии, на субботники походить. Он все-таки действительно айфончик. Он такой, вот помните, он в Америке был. Вот как он счастлив был, ему айфон подарили. Он тащился. Обама в Макдональдсе покормил. Медведев хотел заплатить, но Обама сказал у него скидки. Он все время там в Макдональдсе завтракает. Вот, Шварценеггер и Медведев. Вы видели, как он на Шварценеггера смотрел? Ну, ребенок, реально. Терминатор сидит рядом все. Я, когда они рядом сидели, думаю, вторая серия, Терминатор и Электроник. А тут реальный пацан пришел, который на разборки ходил когда-то. Вот у КГБ мышление, у них, у КГБ за углом ЦРУ постоит. Когда ЦРУ с КГБ имеет дело, они превращаются в ЦРУ. Только наши бывшие КГБисты могли устроить сфальсифицированные, смотри, как тонко, сфальсифицированные митинги в поддержку сфальсифицированных выборов. Это у них там на Западе, это у них там в других странах революция бархатная, оранжевая, банановая. У нас болотная. Причем они, по-моему, сами назначили предводителей этой болотной, потому что вот те, кто против нашей власти, еще против не власти. Это КГБшная система. Народ растерялся, кто хочет выразить свое мнение. Вот тут вот митинг недовольных, а тут довольных, а тут довольных недовольными, а тут недовольны довольными, а тут довольны довольны и недовольны довольны. И народ вообще не знает, куда идти. В результате все заглохло. Но женщина одна продырявила колеса в полицейской машине, ее тащат в полицейскую машину, она орет, такая уже в летах, орет, гениальная. Полицейским кричит, отпустите, а то вызову милицию. Он застращал. Но почему победил Путин? Путин, во-первых, у него единственная была реальная программа, компьютерная программа подсчета голосов. Кроме того, он пообещал, что все избирательные участки будут оборудованы камерами. Какими камерами, он не уточнил. Ну а недавно выяснилось, почему Единая Россия набрала больше всего голосов в сумасшедших домах на выборах. Оказывается, подсчитывались еще и голоса, раздающиеся в головах пациентов. Ну это гениальная фигура. Чуров, теперь есть новый оберег, Чуров меня. Узнать результаты выборов, а Кочурится. Кстати, говорят, Обама просил на свою предвыборную кампанию Путина прислать Чуров, чтобы Путин Чуров прислал. Но Путин сказал, Обам, не надо, у тебя тогда в Америке победит Единая Россия. Ну, Путин трогательно воспринял свою победу. У него действительно слеза вытекла, помните. Хотя некоторые говорят, что это был не Путин в этот момент, его играл без рук. Следить за выборами, это как на ипподроме за скачками следит. Очень интересно, как женщины выбирают, за кого голосовать. Они словно не президентов, а сексуальных партнеров себе выбирают. Слышите, она засмеялась. Ну, попала. Говорит, я за него буду. Почему? Он высокий. И чё? А ты за кого? За Жириновского. Ну, он какой-то грязный, но темпераментный. Вот это я сам слышал эти разговоры. Конечно! А когда Прохоров третьим оказался, они такие довольны были. За него много баб голосовало. Высокий, красивый, здоровый. У него здоровье потрясающее, Прохоров. А он поэтому не женится. Он бережёт здоровье. Я такого сильного... Мужики, наконец-то, очнулись. Я такого сильного человека вообще не видел. Вот я играл с ним в теннис как-то. Такая подача у непрофессионалов. Я такую подачу видел только у двух людей. У Ельцина и у Прохорова. Но Прохоров ещё и попадает. А Ельцин как... Да... Вообще ничего не... Только штукатурку сушили. Ты скидываешь, которая с потолка налетела. И все говорят, ну вы подали, Борис Николаевич. И я подумал, интересно, а почему на выборах есть только первое место? Это несправедливо. А как же Гран-при? А приз зрительских симпатий? А за волю к победе? За лучшую роль второго плана? Наконец должна быть номинация, кто большее число раз проиграет выборы Путину. Это зюга с жириком, должны спорить. А вообще, если бы Прохоров победил, ну, было бы интересно. Вверх какой-то свежестью повеяло бы. И, смотрите, вот если есть президент в другие страны, пишут, к нам приехал высокий гость. Вы рост видели, Прохорова? Помните на демонстрации грот-мач, чтобы хоть парус натягивая над всеми? У него рост за два метра. И написали бы, к нам приехал высокий гость. Нормально. А сейчас пишут, к нам приехал высокий гость с натяжечкой. Но поссорились бы со многими президентами разных стран. Ну, представляете, приехал бы в Италию, в Рохоров, и Берлускони говорит, сфотографируемся? А? Эй. Берлускони может сфотографироваться с Прохором только если залезет на Саркози. Вот, собственно, поэтому Прохорова из политики убрали, потому что он не прошел рост-контроль Кремля. Его убрали очень просто. Его пригласили в Кремль. Лежало две папки на столе. Два уголовных дела. Ему сказали, вот, твое дело правое. Прохоров хотел, кстати, выпустить конфеты. Во время своей предвыборной кампании Мишка на ее мобиле. Но не стало того делать, потому что Путин сразу сказал, что он тогда выпустит конфеты Мишка на севере. Ну, а с другой стороны, я чиновников понимаю. Я видел, как чиновники здороваются в Кремле. Вот они как балашихинские солнцевскими, такие кореша. Вот такие, утром. Вот придет Прохоров утром в Кремль, куда они его целовать будут? Я не это имел в виду, я пупок имел в виду. А Жирик был бы президентом. С политкорректностью в мире было бы покончено навсегда. Он бы Хиллери Клинтон сказал все. И что у нее и мозг, и сиськи силиконовые. И из одного силикона сделаны. Знаете, Жириновский единственный сатирик, которому я завидую. Он, его партию надо назвать ЛДПР. Вот пиараст по полной. Это как он пиарщик. Боже мой, я сейчас покраснею. И он даже и Пугачеву, свою подружку не пожалел перед выборами. Что-то ей нагрубил. Но, правда, Галкин отомстил. Галкин это муж Пугачев. И за свою молодую жену он... Я не был на свадьбе. Не потому, что это в деревне грязь. Я смс-ку им послал на утро. Вы вешивали простыни на забор или нет? Но Галкин отомстил реально. Молодец, Максим! Он позвонил и оскорбил по телефону Валуева голосом Жириновского. Вообще есть два человека, которые никогда за словом в карман не лезут. У нас там наверху это, конечно, Жирик и Владимир Владимирович. Вот я не знаю, откуда у него что берется. Вот Медведев неинтересно говорит там. Он все время разжирается какими-то терминами юридическими. Дипломатические сношения. Вот я у него слышу. А я хочу ему предложить еще интернациональный койтус, очень хорошо сказать. Международное соитие, можно сказать. Он все время говорит как бы правильно. А вот образно все-таки у Владимира Владимировича. Он тут такое грохнул. Чиновникам выдал. Надо с утра мотышить, как святой Франциск. Из каких закромов мозга он извлек этот образ, я не знаю. Но эти начали айпада блудить, искать сайт святого Франциска, реально пытаться выйти. Один раз я видел, как покраснел Путин. Это было в Чечне. При нем спросили у Кадырова, кто вам дает деньги на Чечню. Я не знаю. Я не знаю, что с вами будет. А тот сказал, Аллах. И Путин так покраснел. Говорит, зачем надо было наши отношения? Ну, я считаю, что все равно хорошо. Тандем. Это очень симпатично. У нас нужен тандем в России. У нас герб. Тандем. Две головы орла, точняк, медведев с Путиным. Смотрят в разные стороны. Только чтобы не видеть друг друга. И... Каждый в свою сторону языки показывает. Ой, ну они действительно... У них даже походки разные. Вы замечаете? Вот они как пазл. Чем-то дополняют, а в то же время совершенно разные. Путин, вот сейчас наваляете. А этот вот... В галстуке всегда. Его насадили на вертикаль власти. Вылизанную вертикаль власти. Он даже сидит как отличник. Вот так вот. Такое ощущение, что сейчас руку поднимет, спросит, дядя Вова, можно выйти? Вот так. А этот на самолетах летает, комбайны, мотоцикл. Но батискафи спустился на дно Байкала. Вы где такого президента найдете еще? Больше всего были удивлены рыбы на дне Байкала. Они никогда не видели батискафа с мигалкой. В запровождении 12 подводных мотоциклов. Ой, а он же еще... Ну когда он полетел с журавлями? Слушайте, Амиру понравилось. Ему Обама завидовал. Вы же видели этот репортаж? На него надели белый халат. Клюв не стали надевать на Путина, потому что чиновники боялись, что он заклюет реально. После этого все. За ним взмыли журавли. За мать приняли его. Ну, немного. Пять журавлей взмыло только. Из них три ФСБшника. Ну, сейчас готовятся новые акции. Ведь начальству надо подражать. Вот говорят, скоро Медведев поведет уток на водопой с кряканьем. Шойгу поведет бобров плотины строить. За Грызловом грызуны по полу пойдут. За Прохором жирафы. Они его за своего бремя. За Жириком гадюки поползут по той же причине. Помните песню журавли? Классная песня. И вот когда я увидел журавля нашего, ну, который доказал, что он птица высокого полета, все-таки. Я подумал, а первые строчки должен петь Путин. Вот эти летит-летит по небу клин усталый. Летит-летит уж на исходе дня. А продолжать, конечно, должен Медведев. И в том клину есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Ой, а когда Путин приехал к байкерам, те говорят, а что Медведев не приехал? Он говорит, я в следующий раз его привезу. Вернулся в Москву и попросил автомехаников приделать к своему Харлею коляску. Но те его не поняли и приделали корзинку над передним колесом. Ну, зато Медведев трогательный. Вот с этой модернизацией. Знаете, вот я бы хотел, чтобы они когда-нибудь с Путиным проехали по тем дорогам, по которым я ездил в Россию. И подумали, вот я ехал из Новгорода в Псков однажды. А кто-то ехал, я понимаю. Вот они бы проехали там. Весной я ехал, два года назад. Весной я ехал на Хаммаре. Он треснул, Хаммар треснул почти пополам. Весна была, я вышел из Хаммара, водила, начал смотреть, что там у них трещит. А на пеньке, остров 3, где-то в этом районе, сидит такой крестьяне. Наши крестьяне на вид неприглядные, но копнешь Конфуций. Сидит Конфуций, вот это у него тулупчик, чинарик. Он так и родился в тулупчике с чинариком. Ему лет 70-190, неизвестно. Он всю жизнь вот так. Я его спрашиваю, а весна? Я спрашиваю, ну что, дороги такие? Он говорит, весна. Я говорю, асфальт? Он говорит, растаял. А еще мне бы хотелось, чтобы Медведев со своей модернизацией из Колково когда-нибудь зашел в придорожный туалет. Вот. Вот, которые сохранились только у нас. Там об унитазах эти туалеты даже не мечтали. Это вот, это своя архитектура, архитектурный выкидыш такой стоит. Я на Урале в поле видел туалет. В поле. Написано VIP-туалет. Нормально? Я туда зашел, нет задней стенки. Вот. Есть, что модернизировать. Видимо, отсюда выражение надуло. Ну, зато есть, что модернизировать. И вот. Вот здесь в Гатчину есть. Здесь же есть. Что-что? Да. И вот, чтобы он постоял, Медведев, а там вместо унитаза это что-то у нас сохранилось. Вот это вырезано. Вот это. Лобзиком вырезание. Это только у нас есть слово очко. Это. Отсюда выражение попасть в очко. Потому что все равно ни черта не попадает. Никто туда. Потому что у нас свой дизайн. там сердечком вырезано вот это очко. А гадить в сердце для славян это кощунственно. И вот, чтобы Медведев постоял и подумал, как бы вот это модернизировать, вот это все. Он бы предложил, давайте обложим очко жидкими кристаллами. Вот. Кто в него не попал, дверь не открывается. И из очка высовывается робот с кувалдой, бьет по темечке и говорит, сука, подотри за собой. Но однажды я видел, как он тоже решил показать себя пацаном реальным. И поехал в Новосибирск доить корову. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Мне так жалко коровы было. Я вам честно скажу. Вот, бедная корова, ее же два дня не доили. Потому что, а как, президент приедет, а молока нет, ребенок расстроится. И она уже изнемогает. Когда он ее дернул за сосок, а он же за сосок не дергал. Он мышкоблудец. За мышку. А это сосок. Это разница. И она не просто взвыла. Это бухенвальский навал. Это такой рев стоял, как вот шатун из берлоги. И она, она чувствует, что-то незнакомый какой-то, какой-то непрофессионал. И я вам покажу сейчас корову эту. Она вот так вот, и поворачивает. И она заикаться начала. Она никогда не видела, что подводил человек в костюме и в галстуке.